Всем здравствуйте! Сегодня я зачитаю письмо от своей подписчицы. Мы вместе дадим ответы и рекомендации в комментариях. Давайте приступим. Если вам подобное видео нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно распространяйте его в соцсетях, делитесь им. Это очень полезно для развития канала. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! У меня сильная душевная боль и уже годовая депрессия, поэтому мне хочется высказаться и получить совет. Моя история началась 6 лет назад. Мы познакомились с турком в Англии на курсах английского языка. Как-то сразу нашли общий язык, понравились друг другу, гуляли вместе. Потом курсы закончились и мы разъехались по своим странам. Он в Турцию, в Стамбул, а я в Россию. Решили продолжать общаться в интернете и приезжать друг к другу в гости. Он сразу же был настроен серьезно, сказал, что хочет жениться и мы должны идти к этому. Проблема была в том, что он никак не мог найти работу в Турции. Кроме этого, мои родители оказались категорически против турецкого мужа, так как этот мусульманин, будешь третьей женой и вообще опасная территория. А турецкий парень обманет, бросит детей, отберет и так далее. Но несмотря на все это, я жила надеждами, что когда-нибудь все наладится, что парень найдет работу, а мои родители со временем согласятся. Я смогу убедить, что у них устаревшая информация о Турции и там все по-другому сейчас. Я больше скажу, что всегда было по-другому. Просто вот эти все страшные страшилки вытягивают для хайпа, для общения на федеральных каналах России. Эти истории есть не только в России, но и везде детей делят и обманывают и так далее. Они только в Турции, но это просто самая красивая и яркая история. Их нужно показывать, люди их смотрят и впитывают. Я больше скажу, что не раньше такое было. Такое было всегда, почти до сих пор это есть. И кардинально в стране что-то не менялось. Но я уверена, что в такие истории драмы, они есть везде и в других странах в том числе. В общем, прошло пять лет. За это время мы периодически встречались. Он прилетал в Россию один раз. А я прилетала к нему, познакомилась с его родителями. Они хорошо ко мне отнеслись. Он им все рассказывал про меня, что мы хотим пожениться. Они были очень рады, так как когда мы познакомились, ему было уже 27 лет. А он ни разу не приводил девушку в дом. Наверное, они переживали, что он так никогда и не женится. Поэтому были счастливы. Надарили много подарков. Мама специально для меня вязала носочки. Было очень приятно. Здесь остановлюсь и объясню немножко, почему они были рады 27 лет. Я не думаю, что в 27 лет в Турции жениться это нормальный возраст. Больше скажу, тут до 35 лет парни бывают не женятся. Это тоже считается нормальным. Конечно, родственники на него давят, задают вопросики. Но это не трагедия. И о нем не будут думать, что все кончено. Он уже никого не найдет. Не та вообще история. Здесь это более как бы настораживает всех. Все задают вопросы, когда будут у нас внуки, свадьбы и вся прочая история. Но крест, скажем так, на нем не ставят. Первое. Ну, в крупных городах, я имею в виду, да, и семья, если не религиозная. Второе. Они были очень рады, и почему он до этого девушку не приводил. Потому что здесь принят этот очень хороший для вас знак. Если парень вас приводит к своим родителям и знакомит официально, это уже все. Ваше замужество у вас, считай, практически в кармане наполовину. Знакомят когда с родителями, когда он внутри на 100% уверен. Что он хочет видеть вас своей женой. Он вас представляет не просто, мама, это моя девушка. Он говорит, по сути, этим действиям. Говорит, мама, папа, это моя невеста. Или ваша Елин, ваша невеста. Да, моя любимая женщина, на которую у меня очень серьезные планы. Следующий шаг обычно после этого, там, через полгода, через год где-то. Примерно у всех по-разному. Но в среднем берем арифметическое. Это помолвка. И затем уже свадьба или роспись и так далее. То есть знакомят, когда уже четко знают, что обратно отступать не будут. Поэтому они очень радовались и ждали этого события. И, в общем, условно, родители там за своего сына молодцы. Как бы они восприняли, это очень все было хорошо. Но это же не конец истории. Так что мы продолжаем. Наконец-то он нашел работу два года назад. То есть он четыре года искал работу. Четыре года. Там, видимо, пандемия была. Где-то, да. И, в общем, как-то он так странно попал. В общем, окей. Сказал, что все, работа есть. Можно жениться. Теперь дело за мной. Я поговорила с родителями. Сказала, давайте съездим в Турцию. Вы сами все увидите. Измените свои представления о стране. В итоге мы всей семьей съездили на отдых в Анталию. Он нас везде возил на машине. Показывал достопримечательности. Иногда платил за нас всех в кафе. Моим родителям мой парень очень понравился. И сама Турция. Они все-таки смогли изменить свое мнение. Казалось, все препятствия закончены. И все должно быть хорошо. И мы вернулись в Россию. Но после всего этого парня моего Слоуна подменили. Он перестал писать сам. Редко отвечает на мои сообщения. Говорил, что занят на работе и совсем нет времени мне ответить. И так продлилось еще полгода. Я достала его своими вопросами. Как такое может быть, что совсем нет времени? Как же мы вообще сможем жить тогда вместе, если написать не ты и не можешь? И он наконец высказался, что у него маленькая зарплата, очень много кредитов. И что мы никогда не сможем пожениться. Что в Турции кризис и денег ни на что не хватает. И меня он не потянет. Тем более я не смогу там работать в первое время. Поэтому мы можем быть только друзьями и просто общаться. Я сказала, что все может измениться. Жизнь длинная, что он сможет найти лучшую работу. Но он сказал, что в 100% ничего не изменится. И либо мы друзья, и либо живи своей жизнью. Чтобы у меня потом не было претензий к нему. Типа столько лет прождала и осталась одна. Чтобы я не тратила на него свое время. Он понимает, если я буду его девушкой на расстоянии, он никогда не найдет себе турецкую жену. Поэтому мы можем быть только друзьями. Мне очень больно от этого. Я не могу поверить, что любовь прошла просто так. Из-за недостатка денег. Я в это не верю. Ведь 5 лет он клялся мне в великой любви. Говорил, что никогда не бросит. Я продолжаю ему писать. Я жду, а вдруг он поймет, что все-таки любит меня. Что деньги это не главное. И вот уже год я в депрессии. Не могу отпустить. Не могу в это поверить. Мне очень больно на душе. Я все надеюсь, что что-то изменится. И он начнет больше зарабатывать, выплатить свои кредиты. Все будет как раньше. А он по-прежнему холоден. Изредка отвечает односложно. Наверное, мне было бы проще, если бы он сказал, что точно не любит и влюбился в другую девушку. А так я цепляюсь за каждую надежду, что он меня любит. Просто из-за недостатка денег боится, что не сможет обеспечить. А мне страшно, что так и проживу всю жизнь в этом состоянии неопределенности и боли. Вы знаете, здесь вопрос не к парню-турку. С ним, в принципе, все понятно, что он говорил. Здесь вопрос к вам. Вы не можете и не хотите ставить точку. Немножко давайте психологию здесь нырнем. Что я по вот этому состоянию, как вы к нему могли прийти? Первое. У вас есть какой-то тип привязанности, возможно. И вам трудно и очень больно переживать сам процесс расставания с человеком, постановки этой точки. Поэтому вы за нее ответственность брать не хотите и ждете, и говорить, ну, чтобы он поставил точку, все, до свидания и так далее. То есть пусть он отрежет, пусть он все скажет, что он меня не любит. Вы прям придумываете какую-то фразу для того, чтобы категорично точно это услышать. Пока вот типа фраза, я тебя не люблю, ты мне не нужна, я тебя обманываю или влюбился в другую, нет, я себе позволяю находиться в этих отношениях, в моей голове. Они все равно не закончатся. Пока вы ждете что-то от него, каких-то действий, это называется то, что вы все еще тянете, вы все еще в прошлом, вы с ним не расстались морально, вы его не отпустили, он в вашем сердце, это вас изматывает. Вы говорите, что вы в депрессии находитесь. И, собственно, вот эта тягомотина вся происходит. Молодой человек, да, дал слабину. И я, как вы написали, ожидания, деньги, вся прочая история, это чисто про турецкий менталитет. И он вас считывал и, скажем так, подумал, что у вас к нему будут вопросики, как у любой турецкой жены, турецкой девушки, которая несколько лет в отношениях, пять лет на тот момент, да, когда эта тема началась, расставание, вы же год, как бы шесть лет общались, вот пять лет прошло. Эту историю отношений решил прервать, потому что он расценил вас как турчанку, которая бы точно, да, предъявляла ему претензии. Так как у него есть проблемы с самооценкой, еще бы претензии к себе, он бы не вытерпел, у него с этим какие-то проблемы, в общем, есть, да. Поэтому, видимо, он решил найти себе девушку попроще из местных, с меньшими запросами. Что значит попроще? Где не надо покупать какие-то билеты, он вам говорит про деньги. Ты не сможешь работать, я не смогу тебя содержать, у меня вообще есть кредиты. И, видимо, его зарплаты хватает сейчас на закрытие кредитов. Он живет там на минималочку какую-то, которую себе оставляют. Возможно, ему родители еще чем-то помогают. И просто позволит финансово вас к себе забрать, перевести и так далее. Он просто логически, математически не может этого сделать. Чтобы вы этого не ждали годами, десятилетиями, а потом его винили, как поступила бы Турчанка, он прерывает эти отношения. Логично, на самом деле, это поведение, если у него реальная проблема с деньгами, он об этом говорит открыто, уже молодец. Да, он делает вам больно. Он не позволяет сделать вам еще хуже и больнее, чтобы вы тратили свое время, поэтому решил все это прервать, и стал к вам холоден, и начал всю эту историю отношений потихонечку отдаляться, съезжать, быть холоднее. В общем, все вот это его поведение. Я понимаю, что вам больно. Я понимаю, что это очень неприятно. Но вы с этим человеком здесь в Турции можете, по сути, быть, если бы вы могли на удаленке где-то работать, или найти работу, или ехать на работу в Турцию конкретно. То есть, чтобы вы могли себя автономно как-то обеспечивать. То есть, человек себя конкретно вам сказал прямо, что позволить себе девушку, жену иностранку, в которой надо заряжать, он не может. То есть, если он был на курсах в Англии, значит, у него есть на это, его семьи, на это деньги были. И это не дешевое совсем удовольствие, даже пять лет назад. И в какой он сейчас пропасть, возможно, ему какой-то конфликт, ведь нужно ли в семье, и родители ему не помогают. Поэтому разлад какой-то был. Возможно, помощи никакой нет. Он рассчитывает только на себя. Поэтому он пришел сейчас к такой ситуации, что он не может, скажем так, продолжать эти отношения, потому что он вам ничего дать не может. Вам больно сам процесс расставания и всего прочего переживать. Вам трудно принять предательство. Здесь есть элемент этого предательства. Хоть по-честному все разложил, как есть, особо там не юлила, как ей сказал. Да, это больно, но, блин, вы можете с этой информацией только принять ее, прожить и жить дальше. Вы категорически остановились, уже год себя доводите, изнемогаете вам плохо. Не хотите принимать эту информацию. Вы его максимально не верите. В это стараетесь не верить. При этом сознайте, что вам больно. Вы год мучаетесь, страдаете, говорите, что вы находитесь в депрессии. Что с этим решать, вот ваша боль и все прочее. Вот смотрите, когда вы говорите, у меня депрессия, хорошо понимать и признавать, например, что у вас это есть. Если вы хотите себя проверить, запишите просто в гугле тест на уровень депрессии БЭКа онлайн. Там около 20 вопросов примерно для женщин, там будет ссылка для женщин, для мужчин и для подростков. Для женщин. Проходите этот тест, смотрите шкалу. Там на самом деле в шкале будет просто показано, если у вас депрессия, если она действительно есть, вот на этой ситуационной, на здесь сейчас, на сегодня тест, завтра он может быть вообще другими показателями, другими циферками. Можете периодически им пользоваться, кто в таких состояниях живет, у кого есть проблемы, там приполярочка, например, может отслеживать свои состояния и так далее. Тревожное расстройство, то, что туда подходит. Будут несколько шкал, когнитивное, поведенческое, соматическое, то есть как вы себя плохо чувствуете, если у вас, скорее всего, будет соматическое, раз вы говорите, я чувствую, мне больно, это про ощущения, про болезни, когнитивно, если мы закрылись, ни с кем не общаемся и так далее, не выходим на контакт, условно закрылись от социума. Что с этим тестом мы делаем? Для нас это показатель. Есть у меня депрессия или нет? Если вы четко говорите, у меня есть депрессия, мне надо как-то эту историю закончить, я не хочу страдать. Если вы не хотите страдать, не хотите быть жертвой, вы идете к психиатру или психотерапевту. У двух этих специальностей есть разрешение на выписывание антидепрессантов. Вам назначат минимальный курс на три месяца самых легких антидепрессантов. По вашему состоянию, как правило, это не только антидепрессанты, очень часто реагризаторы вкупе идут. В общем, там будут смотреть по ситуации, не один обязательно препарат. Бывает частенько 2 и 3. От ситуации зависит, бывает и один. Ну, допустим, у вас будет один препарат. Вы проплеваете его три месяца, через две недели уже накопительный эффект, и вы перестаете чувствовать боль, страдания, переживания на эту тему. И когда вы думаете, чувствуете о своем парне, вам становится не так больно, не так щемит грудь, душу, нервы ваши трепет, а более-менее нейтрально, то есть без эмоциональной окраски. Это работа лекарств. И когда вы выходите на это пла, то на три месяца этого состояния, продолжаете пить лекарства, вы начинаете заниматься своей жизнью. Либо вы идете в терапию с психологом, работаете вместе, вы можете это делать самостоятельно, вы задаете себе вопросы. Первое. Чего я хочу? У вас, когда начнутся сейчас, вы ничего не хотите. Я знаю, даже больше вы хотите отмотать назад, вы за это прошлое очень уцепились и боитесь его отпускать, и не хотите. Но с действием лекарств у вас будет вот это нейтральное, назовем так, состояние и плату, а у вас начнут появляться свои желания хотя бы на еду, на питание, на интересы, на какое-то свое вокруг вас пространство цеплять за эти желания. Мы живем, пока чего-то хотим. Очень плохо ничего не хотеть и остановиться, когда ты ничего не хочешь, у тебя все очень плохо, ты убит условно, да, морально растоптан, или когда у тебя все есть и никаких желаний нет, ты все закрыл. Это тоже не есть хорошо. Вот мы развиваемся, живем и наслаждаемся процессом жизни, пока мы чего-то хотим, пока у нас есть желание. Поэтому хотите. И наш процесс жизни вообще это наслаждение своей жизнью, процессом, что мы ее проживаем, оживем наш шматочек за счет того, что мы закрываем свои желания, свои потребности, желания окружающих, в том числе они туда тоже входят, первично наше желание. Вот пока этот процесс идет, мы живем. Можно сказать, мы даже счастливы. И это, по сути, составляющее, что нас сделает счастливыми. Поэтому, когда вы чувствуете нейтральное вот это состояние, нейтралитет, даже, если вы сказали, у меня депрессия, депрессия, пьем антидепрессанты. Все очень просто. Болит нога, идешь к хирургу, болит там еще что-то, сердце, идешь к кардиологу. У тебя гайморит, ты идешь к ухо-горло-носу, условно, и лечишь. Вот депрессия, это заболевание, которое надо лечить. Этим надо заниматься. Оно само никуда не пройдет. Если оно развеялось, депрессии на 2-3 дня не бывает, это была не депрессия, просто это было не заболевание. Когда у вас будет этот нейтралитет, вы хватаетесь за желание, максимально социализируемся, выходим в люди, заставляю себя одевать одежду, заставляю себя, подружка позвонила, написала, я соглашаюсь на встречу. Уход от депрессии, это мы выбираем любые действия, без действия. То есть, если мне судьба люди, ощущения окружающие, все подкидывают какое-то движение, я на это соглашаюсь. Знаете, чуть-чуть отчасти, как фильм с Джимом Керри всегда говорит «да». В тот момент любым действием вы говорите «да». Они могут, скажем, вы, конечно же, смотрите на свои желания, если категорически вы это делать не хотите, вы можете отказать, сказать «нет». Но если у вас нейтрально или окей, я бы не супер горю желанием, но не против, да, тогда мы точно говорим «да», мы не сомневаемся, уж ваши вот эти сомнения, это еще немножечко отголоски депрессии вас придерживают, и вы таком коконем депрессионном находитесь еще. Вот так из этого состояния выходит. Я больше скажу, если вы ничего делать не будете, не пройдете тесты, условно, не пойдете за помощью, не еще, теперь эти депрессанты, если они вообще нужны, будут вам специалисты, скажут, нужны они вам или нет. Будете держаться за прошлое. Вот смотрите, в любых отношениях, в любой ситуации по жизни, если вы держитесь за прошлое, не хотите принимать или переживать что-либо, сталкиваться с какими-то эмоциями и переживаниями, вы не живете. Вы сейчас просто тратите свою жизнь бесценно, но так как вы испытываете боль, отчуждение, вам очень плохо, страдаете уже целый год, вы тратите свою жизнь на принесение боли самой себе. Вопрос вокруг всех вас, кому от этого хорошо? Никому. Кому от этого плохо? Только вам. Турак о вашей боли? Его уже год прошел, вы, конечно, извините, он все еще держит нейтралитет, холоден, далек, ведь обратно не прибежал, потому что он принял свое решение, поставил точку, вы можете уважать только принятие его решения. Да, оно больное, неприятно, что делать-то, вы же не можете переделать человека. Вы мучаете своих родителей, доказываете их, потому что, или близких своих родственников, которые видят, как вы страдаете. Ну, понимаете, просто год вот этих страданий на пустом, на самом деле, месте не из-за непринятия этого факта, это очень большой показатель вашей жертвенности. Вы сами для себя жертвы, потому что вы себя в этот момент жалеете, и отчасти, очень кажется странно, что я сейчас скажу, наслаждаетесь этим процессом. Знаете, почему? До турка вообще в вашей жизни, по жизни, вы себя любить, хвалить, просто так, ни за что не умеете. Только, когда я пострадала, помучилась, наказала и так далее, негативные какие-то эмоции испытала, когда я себя жалею, я бедная, несчастная, тогда я себя люблю в эти моменты. А любить себя просто так, ни за что, без повода, за хорошее, я себе не позволяю, не разрешаю, от этого и не умею, у меня нет такой практики. И тогда мы попадаем в людьми с подобным воспитанием, очень часто из семьи, это очень много всяких негативных остановок из детства, когда мы этого не умеем всего делать, мы сталкиваемся с этой проблемой, что мы жертва, любые вот эти переживания, мужчины на нашем ходу, это могут быть работа, друзья наносят такое, мы впадаем, тяжело переживаем удары, потрясения и стресс, и в них закрываемся и начинаем страдать. Это мы так, мы не переживаем, не развиваемся в этот момент, а переживаем вот эти внутренние страдания, весь этот процесс, все эти мутарства, всю эту, короче, проблему, и стоим на месте. Сейчас вопрос, смотрите, автор письма, остановитесь и посмотрите, что вы за этот год получили, что у вас нового, хорошего, приятного, скажи, ничего, скорее всего. Если настоящая депрессия, то точно ничего. А что вы потеряли? Вы потеряли очень много возможностей в течение года вашей жизни, которые вы могли бы реализовать. Касаемо всего, работа, деньги там, может быть учебы, еще что-то, развитие какое-то и так далее, путешествие, когда человек живет, радуется жизни. Вы это точно потеряли в 100%. Если у вас не настоящая депрессия, а угнетенное такое состояние, больше состояние жертвы, но я думаю, там депрессионно присутствует, у вас будет все равно, что шкала БК повышена, скорее всего, то к вам вопрос. Я хочу так дальше жить? Для чего я еще буду тратить следующий год своей жизни, чтобы опять все потерять, никаких перспектив для себя? Стоять на месте? То делать себе только плохо, ужасно страдать, когда об этом никто даже не думает. Вот объект моих переживаний этот мужчина живет свой год, где-то там радуется жизни, проблем у него никаких, ну, допустим, они есть, но не такого масштаба, как мои переживания. Он до сих пор холоден, сердце его не екнуло, обратно не прибежал. Вопрос, для чего или для кого я это сейчас сделаю? куда я трачу свой год своей жизни, а вот словно через 50 лет, допустим, может быть, раньше, может быть, позже, когда я буду на смертном адре? Я вообще про этого мужчину, который был когда-то в моей жизни, вспомню или нет? Конечно, разбитое сердечко скажет, конечно, вспомнишь. Я более практично скажу, скорее всего, нет. Не вспомните, вы о нем даже. Если у вас будет там семья, дети, потом все прочее, вы о нем даже вспоминать не будете. Вы о нем помните, здесь сейчас, на данный момент, потому что вам больно. И вообще, вам не этот человек нужен, а эмоции, которые он дает, на которых вы застряли, вы из прошлого не выходите. В общем, рекомендации, я думаю, вы мои услышали. Я желаю вам скорейшего восстановления. Если это не настоящая, назовем так, депрессия, просто хандра, переживание, и вы в позиции просто жертвы мучаетесь, пришло время, а вам не просто из этого состояния выходить, а вообще менять свой взгляд на жизнь, сегодня он, через какое-то время, любая другая ситуация, переживание, вы снова будете жертвой, вы будете страдать, и всю жизнь будете жить с ощущением, что обстоятельства, и люди решают, что с вами происходит, влияют на вашу жизнь, делают вас счастливыми или несчастными, нифига подобного. Вы кузнец своего счастья, все, что вокруг вас происходит, зависит только от вас. И вы имеете право быть счастливой, поверьте в это, захотите этого, поэтому мы сейчас обращаем внимание на свои желания, и я свои желания максимально удовлетворяю. И там есть мой, скажем так, путь к свету из этой тьмы, которой год я себя окружала. У кого есть какие-то вопросы на подобную тему, пишите в комментариях, пишите на почту, например, если у вас есть ваша история от анонима, чтобы я ее также разобрала, дала ответ на канале, пожалуйста. Кому нужны мои индивидуальные консультации психологические, в инфобоксе под видео, моя почта, пишите туда тема письма-консультация. Здравствуйте, меня так-то зовут, нужна мне консультация, задавайте ваши вопросы, я вам вышлю условия, как это происходит, стоимость. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, распространяйте видео в соцсетях, это очень полезно для развития канала. Всем пока!